Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Севастополе не превышает эпидемический порог. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга. По его словам, за период с 1 сентября 2018 года по 8 января текущего зарегистрировано около 22 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что не превышает среднестатистическую годовую отметку. Грипп перенесли всего 3 невакцинированных человека. А вот количество желающих сделать прививку от этого серьезного вируса по сравнению с 2017 годом возросло на 4 тысячи человек. В 2018 году вакцинацию прошли 202 тысячи 68 человек, из которых более 58 тысяч детей. Сергей Грыга отметил, что на данный момент вспышек гриппа не зарегистрировано. Возможный подъем после праздников, после каникул, когда люди разъезжались по разным регионам. Сейчас вернулись, сейчас будут сообщения от всех коллективов, в первую очередь детских, да и взрослых в том числе. То есть могут что-то завести, как бы сейчас может быть, может быть, да, какое-то небольшое повышение уровня заболеваемости. Поэтому говорить, что сейчас будет что-то эффективно, ну, это чисто субъективно. Для тех, кто хочет оставаться здоровым, Сергей Грыга рекомендует избегать заболевших людей, поддерживать иммунитет витаминами, а также регулярно проходить иммунизацию. При первых симптомах заболевания, да, там, подъема температуры, носа слезотечения, кашля, рекомендую обратиться к своему участковому врачу и пойти на больничный и отсидеться, как говорится, отлежаться. И там это 3-5 дней, как бы большой роли не сыграет. Но зато, во-первых, вы не будете источником инфекции в своем коллективе, там, где вы работаете. Ну и это снизит риск каких-либо осложнений. На данный момент, по словам Сергея Грыге, в Министерстве здравоохранения зарегистрирована 4-х валентная вакцина, которая позволит прививать жителей города сразу от нескольких линий гриппа. Главный внештатный специалист-эпидемиолог выразил надежду, что Севастополь сможет получить ее в рамках национального календаря прививок.